Это тот самый случай, когда для большой по масштабности выставки достаточно одной картины. Никаких полутонов и композиции, только один цвет и один холст. Да, черный квадрат Малевича в Самаре. Одна из самых обсуждаемых и загадочных картин прибыла в Самару на дне Эрмитажа. В программе Музея Северной столицы Самарская область участвует впервые. Это стало возможным благодаря губернатору Дмитрию Азарову, который год назад на 8-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме подписал соглашение о сотрудничестве с директором государственного Эрмитажа Михаилом Петровским. Конечно, в рамках соглашения мы планируем и выставочную деятельность, мы планируем деятельность по обмену опытом. Это очень важно. У Эрмитажа, конечно, богатейший опыт, традиции, но и у Эрмитажа есть взгляд в будущее, в том числе использование современных технологий в музейном деле. Я очень рад открыть дни Эрмитажа в Самаре. Сегодня, в этих днях, мы показываем одну из самых главных картин 20-го века. Вот, ни больше, ни меньше. Черный квадрат Малевича – это очень важная вещь, которую нужно просто смотреть. Смотрите, смотрите очень долго. Это как раз из тех картин, которые нуждаются в выставке одной картины. То, что первым на дне Эрмитажа в Самару приехал именно Малевич, не случайно. Долгое время этот черный квадрат втайне хранился в городе. В этом году, когда зашел разговор о том, какое произведение привести, мы понимаем, какой у нас авангард, что это бренд региона. Навстречу к нашему авангарду приехал черный квадрат. Но еще этот год и юбилейный для Анеты Якриной басы. И в этом году было по 90 лет. И она в свое время очень мечтала, чтобы черный квадрат поселился в нашем музее. Известно, что Казимир Малевич создал четыре версии черного квадрата. Но из-за пандемии увидеть этот шедевр сейчас можно только здесь, в Самаре. Во-первых, Московская галерея закрыта для посетителей. Московские музеи закрылись. В Петербурге музеи работают с ограничением по количеству людей, которые находятся. Но самое главное не в этом, а самое главное, что там расстроены музейные маршруты. Таким образом, что в русском музее нельзя подойти к черному квадрату. Поэтому только в Самаре, только у нас. Шедевром восхитилась и глава Самары Елена Лапушкина. Безусловно, это событие интересное и масштабное, и значимое для Самары. И для меня, и для самой была любопытна моя реакция, когда я впервые увижу достаточно известное произведение. Наверное, я его еще буду в дальнейшем осмысливать. Но тем не менее, я рада за тех людей, которые уедут здесь. И только в Самарском художественном музее выставка квадрата проходит в нетипичном формате аудиенции. По задумке архитекторов, подойти, точнее взойти к холсту можно лишь один на один, по сужающемуся клиновидному коридору. И в этот же момент сам квадрат тоже смотрит на вас и запоминает. Наверное, здесь применима фраза «все гениальное просто». И вот увидеть эту простоту и ее гениальность в себе, в людях, в окружающих, в окружающем мире, наверное, для меня вот какое-то это восприятие сегодня открылось. Сама обстановка, сама атмосфера, какая-то энергетика бесподобная. Вот действительно, как будто прикоснулись к какому-то уникальнейшему явлению. Ну, собственно, так и есть. В эту пятницу, субботу и воскресенье самарцы смогут увидеть оригинал «Черного квадрата Малевича» бесплатно. С 1 по 20 декабря вход на выставку будет стоить 200 рублей. Льготный билет – 100 рублей. Гульфия Сафина, Василий Калдашов. События.